Во время дыма они набирают полные зобики мёда и поэтому становятся более-менее не агрессивны. За пять лет работы с пчёлами житель села Малой Прикопной Владимир Исаев изучил их повадки. Говорит, что они дружелюбные и поэтому никогда не надевает перчатки при откачке мёда. Секреты пчеловодства Владимиру передал односельчанин, который в силу возраста уже не мог продолжать любимое дело. Он же и подарил преемнику первые два улика. Теоретические знания, необходимые для общения с пчёлами, Владимир постигал с помощью интернета. И теперь он точно знает, как получить хороший мёд. Есть секрет – это хорошие руки. Надо за пчёлами, как и за любой скотиной, ухаживать, следить, чтобы они не роились. А то пчёлы могут разроиться. Ну и правильно, обработка. Также у пчёл, как и у людей, есть много болезней. Надо смотреть, лечить. Болезнь полна варитоз, это болезнь клеща, вредит пчёлам. Пчёлы от этого перестают летать, ну и, естественно, погибают. Получение прибыли с продажи мёда для Владимира не самоцель. Поэтому он не стремится увеличивать объёмы производства за счёт прикорма пчёл сахаром. Его жужжащие питомцы летают в лес и на ближайшие луга, где цветут всевозможные растения. Бывает, что рой, ошалев после зимнего заточения, сбегает из дома в поисках первых цветов. Приходится его ловить по садам и лесам. Первый рой вылетает, он садится, естественно, ближе на деревья. В саду поймал семь раёв в этом году. Садятся на дерево пчёлы, подставляешь улик, стряхиваешь, вот так ловишь их. Зато этот первый весенний мёд и получается самым ароматным и вкусным. Первая откачка происходит во второй половине июня или в начале июля. Из ульев забирают не весь мёд, чтобы пчёлы не погибли от голода. Но увидев, что еды недостаточно, они начинают активнее работать. Мёд смотрим, чтобы был хотя бы на две трети. Сейчас покажу. Опечатан. Это значит, что уже мёд созрел и готов к откачке. Здесь заполнена пиргой. Она сама по себе тёмная. И поэтому рамка тоже приобретает такой тёмный цвет. Ну, пирга нужна для того, чтобы пчёлы кормят своего потомства, личинки. Своих питомцев Владимир на поля не вывозит, как это делают многие пчеловоды. Последствия таких прогулок могут быть печальными. К примеру, в июне массово погибли пчёлы в Петровском районе. Не предупреждают пчеловодов, что будут опылять. И поэтому у них много пчёл погибает. Продукты пчеловодства с древних времён применяются как лекарства от различных болезней. Но они помогают только в одном случае – если они натуральные. И не зря мёд называют ароматным золотом. Для человека он бесценный. Один дома жил, как кошка у меня.